Последняя битва. Книга Откровения. 19 глава. С 11 по 21 стих. И увидел я отверстое неба. И вот конь белый, и сидящий на нем, называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет, точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя. Царь царей и Господь господствующих. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце. И он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба. Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Царь-воин. Книга Откровения. 19 глава. С 11 по 16 стих. Иисус – небесный всадник на белом коне, носящий имена верный и истинный. Слово Божье, царь царей и господ господствующих, грядет, чтобы вести войну с язычниками. Глаза его пылают, как огонь, одежды его покрыты кровью. Он победит врагов Божьих и извернет ярость своего гнева мечом, исходящим из его уст. Первая миссия Иисуса на земле заключалась в том, чтобы пострадать и умереть. Как смиренный слуга. Но когда он вернется, то придет как мессия, царь, воин, который воздаст всем злодеям и будет царствовать в силе и славе. Давайте же склонимся пред ним в почтении и послушании и призовем весь мир присоединиться к нам. Как это видение Иисуса соотносится с тем, как его обычно изображают. Как данный образ Христа, как царя-воина, влияет на ваше отношение к нему. Иоанн использует образ праздничного застолья, чтобы рассказать об уничтожении нечестивых. Народ Божий долгое время ждал его окончательного суда над могущественными врагами, а потому в тот момент приходит великая радость и облегчение. Те, кто подвергся преследованием за свою веру, могут найти утешение в ярких описаниях последней битвы и полного уничтожения врагов, Бога и его народа. Зная, что нам суждено увидеть конец греха и страданий, да будем мы усердно продолжать работу, которую Бог поручил нам, доколе он не вернется. Какие аспекты вашего духовного путешествия приносят вам наибольшую радость? Как мысль об окончательном уничтожении сатаны укрепляет вашу веру? Молитва дня. Могущественный Господь Бог, Царь царей, я благодарю Тебя за окончательную победу, которую Ты совершишь, когда во всей Своей славе и силе придешь судить мир. Помоги мне искренне служить Тебе и вести других к поклонению Тебе одному. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Продолжение следует...